Продолжение следует... 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 Приходите домой... И что? Да... Застать вас не успеваю... Меня застать не успеваете? Да... Ну тогда вот в это время-то вот успеете... Утром-то... По три в Москвы-то... Вот это для вас ладно будет? В три заходите... Да... Просто у меня три часа ночи... Да... Продолжение следует... Заранее тоже говорю... Я повторяю это... Что мы записываем... И все выставляется в интернет... Вы не против? Нет... Нет... А свои... Которые записи-то... Вы видите их? Все... Ролики... Которые с вами говорим... Мы выставляем... Вы их смотрите? Да... Вот так... Мы ничего не добавляем... Ни одного слова... Ничего нету... Тут... Зачем нам нужно? Мы верующие... Бог... Нас... Избрал... Дал страх нам свой... Говорите... У меня конечно там проблема с косноязычием... Постоянно слово... Словопоразители... Вот... Что ты... Что ты со мной сегодня... И главное... Чувствую слова... Говорит понятно... Я не могу... Еще раз... Повтори-ка... Говорю... Постоянно употребляют слова... Паразиты... Как проблема у меня... Паразиты... Как проблема... А... Ну а зачем? Запиши его... В карман положи... И работай над собой... Ты молод... И... Это все... Лишнее... Речь свою нужно отработать... Эти вы знаете... Как вот... Говорят Демосфен... Он был заика... И... Решил стать... Кем? Оратором... Ему говорят... Да какой себе оратор-то? Два слова не свяжешь... И он добился... Ходил... Брал как камушки... Говорится... Чтобы... Язык как-то там... По-другому был... И... Старался... Волн... Морских... Перекрещать... И... Голос был такой... Первооратором стал... Это... Многое может человек... Когда... Определенная... Щеткая цель... Бывает... В конце концов... Он стал самым знаменитым футболистом... Это все зависит от родителей... Ну а когда самостоятельный... Сам... Поставь себе задачу... Так... Сегодня это я никогда не произнесу... В карман... На картонке положи... В один другой карман... Полез... Она тебе опять на глазах... Намазолит... Следить за мыслями... Ни одного лишнего слова не сказать... И старайся... Когда... Где-то идешь... Не просто чтобы мысли бродили... А в предложение... Ясное... Как будто под запись ты говоришь... Вот я вижу солнце... Благословен Господь... Без его теплоты... Земля бы заслала... То есть эту фразу... Как бы... Произносишь... Ну про себя идешь... То есть... Тогда у тебя речь будет гладкая... Чистая... Ровная... Ну и... Все везде вкрапля... Местописание... Где об этом... Солнце выходит как жених... Пробежать свое поприще... И сам думай... Почему жених бегал? А проверяли... Не инвалид ли? Зачем ему... И он выходил... И был показан... Что невеста избрала лучшего... Такое солнце... Слушаю... Да... Ну... Это... Как он сказал... Это не скверные слова... Но все равно... Речь загрязняет... Да... Так... Вопросы, да? Да... Давайте вопросы... Я маленько наклоняюсь тут... Я думаю... Может ближе к колонкам что-то будет... Слова мне пореже... Почему-то они как-то сливаются... Говорите... А у вас... Не эхом звучит? Нет, не эхом... Просто нормально... Что-то я не могу никак это... Вот так сказали... Это слова для меня понятные... А тут они как-то во время... Когда идут... Видимо где-то как-то... Маленькая вибрация слов идет... Эхо нету... Хорошо... Вопрос... О возрождении... То есть... Рождение свыше... Да... Сейчас разбираюсь... Главнейший вопрос... Да... Вообще... У меня такое впечатление... Что... Будто бы я нашел дыру... В баптийском учении... В этом отношении... Подожди минутку... Будто бы что? Нашел дыру в баптийском учении... А... Ну вот видишь как... Слово дыру я промусил... А дальше уже у меня развал идет... Хорошо... И что... Где... Вот насчет чего... Смотрите... Четвертый принцип баптизма... Говорит что... Крещение... И вечеря подается только... Возрожденным людям... Ну... Возрожденным... Они... Какой смысл в это слово... Вкладывают... Когда человек обратился... Благодать призывающая... Благодать обращающая... Уже в действии... А дальше они говорят о крещении... Которые не имеют права преподавать... Вот... Потому что они сами не крещеные... Как должно быть... То есть... Рассуждение это правильно... Но на деле выполнить... Они его не могут... А в том-то и дело... Что они часто смешивают... Возрождение и крещение Духом Святым... То есть Дар Святого Духа... Ну... Если так уже говорить... Они... Вкладывают именно тот же самый смысл... В разные слова... Тот же самый смысл... Тут надо понять... Прислушаться... Что у них... Как говорится... Главнейшее... Превалирует над всем... Тут рассуждение у них правильное... Но... Они... У православных в другом порядке слова стоят... А иногда бывает... Мы просто говорим одно слово... Подразумеваем другое... Тут тоже надо... Не очень привязать всех словам... Главное в этом... У баптистов... То, что они... Не крестят... Неправильно для прощения грехов... У них в учении нет... Что в прощении грехов... В самом учении этого нет... У них... Прощение грехов... Покаяние... А раз крестят неправильно... Они уже как будто он... Все... Не в смерть Христа крестят... А на спину опрокидают... А положение во гроб... И дальше рассуждения идут... Он не имеет права крестить... Он сам неправильно крещеный... Крестить можно только... Священнослужитель... Или... В крайне... Абсолютно крайней нужде... Эмирянин... Но только крещеный... Правильно... А у них правильного крещения нету... Сам... На себе это не имеет... А какое крещение может быть... Когда он не церковный человек... Тут надо быть очень внимательным... Где именно... Вот это у них идет коребание... И... Где валится все... Ну... Дело не в... Прости... Дело не в том, что... У них нет... Правильного крещения... А в том, что они смешивают... Обращение... Момент обращения... И получение Духа Святого... Как бы утверждает, что... До крещения можно получить... Дар Святого Духа... До крещения... Да... Такое было... Вот мы видим... А когда апостол Павел пришел... Это Петр пришел... В доме Корнилия... Они вначале получили Духа Святого... Но тут определенно... Для чего... Изменено было... Порядок установлен Богом... 2.38... Покайтесь... Потом креститься... Каждый из вас своими... Иисусство Христа... Для прощения грехов... И третий... Получить Дар Святого Духа... На третьем месте... Но и тут же ему Бог изменил... Они покаялись... Получили Духа Святого... А потом крещение... Почему? А он не давал крещение бы... С ним были люди... Язычников... Не знали как их принимать... Им никогда не было обещано... Царство Небесное... И Бог изменил этот порядок... А было ли еще... Когда было еще... Но в какой момент это... И для кого будет... Не знаю... Но порядок... 2.38... Деяния... Это остается везде... Поэтому здесь... В каждом конкретном случае... Утверждать нельзя... Но если у них это в учении... То это неправильно... Тут... Понимаете... Тонкость такая в этом... Это уже опыт... Не так... Допустим... Я не расположен к баптистам... Я теперь буду их подлавливать... Говорится... И делать... А у нас-то еще того... Хуже кверх ногами... Вообще... Помазания не было... Возложение рук епископских... Дошло до того... Что епископы забыли... Вот... Война Яценевский... Сослан ссылку в Красноярском крае... Ну... Крестил там одного... В ледяной воде... Там... В кадушке где-то... А теперь помазать миром надо... А нету... И он думает... А потом... Да я же епископ... Я же имею право руки положить... Он забыл и сам... Что он... Епископы... На самом деле... Возложение рук должно быть... Но епископы везде не могут быть... А священникам такая власть не дана... Поэтому составляется особая мира... Тут... Уже тоже... Нас тоже есть за что зацепить... А почему было не набрать людей... Которые принимают крещение... Приняли крещение... Ну... Допустим... Здесь принимают многое... Ну... Набрали там пять тысяч... Архиерей приехал... Все пришли... Возложил руки... И тогда вопрос был... Снимался... Нет... Сделали вот миром... А теперь дальше за этом... Раз где-то мы сделали по-другому... Потому что его не было... Теперь нас ставится другое... Как этим миром... Кто будет пользоваться? Прощаются грехи при пресечении... Прощаются... Но тут еще условия перед этим... Что не подпиняли... Не сделали грех... А теперь мне прощаются... Придумали теперь монашество... Это второе крещение... В монахе идет... Ему все грехи списываются... Или... Соборование... Когда призови пресвитеров... И прочее... На это перенесли... Ну... Прощаются грехи... Но... Как и что... А исповедь-то куда денешься? Не просто кто-то помазал... Пресвитеры... Но и прочее... Понимаешь... Вот везде надо смотреть... И быть аккуратнее... Потому что мы часто бываем виновнее тех... Кого обличаем... Слушаю... Да... Я не просто так... Конечно... Может показаться... Что специально подыскивают... Обвинения... Дело в том... Что... Меня еще не отлучили... У Бабтиста... Вот в чем дело... Ну... Да что... Да это и не надо им делать... А чего... От чего отлучать-то? Скажи... Я понял, что не церковь... А чего вы можете отлучать? Это не церковь... Это земельская организация... И все... Вот если... Церковь отлучала-то... Вот... Как Льва Толстого... Тут вопрос уже был... А тут никакого вопроса нету... Ваше отлучение земное... Земная организация... Земное отлучение... На вечность это никак не влияет... А чем вы можете отлучать? От заблуждения своего... Когда они возникли? В 17 веке... Да какая же это церковь-то? Церковь Христом основана... Это не церковь... Не церковь... Потому что... Говорит Киприан Карфагенский... Это отдельный алтарь... Другие молитвы... Прерванное рукоположение... Ничего там нет этого... А как же обращаются... Бог делает как хочет... Еще раз говорю... Но спасение дается только в церкви... Мы сказали и отошли... Они не отошли... Да никакого... Даже внимания совершенно брать не надо... Вы старайтесь лишний раз сейчас с ними не разговаривать... А все что доброе там получили сохранить... Запишите себе... Чтоб в сердце была благодарность... И главное... То что услышали у них... Вы услышали что Библия есть Слово Божие... И Библия никакими преданиями человеческими не заменяется... Вот... Вот это братство какое у них... На благовестие... Ну я имею ввиду отделенных баптистов... Которые были... А эти-то там обмерщенные и в брюках и крашеные какие угодно... Вот... То есть доброе сохранить... А остальное если придется... Знать что сказать... Коротко... Мало того... Может быть... Маленько отпечатать... Чтобы у тебя заготовка была... Дай скажи... Вот больше к этой теме... Не возвращаемся... Наша задача дать знать... Я обличал... Я говорил... Или указывал там... Не обличал... Можно слово обличение даже... Просто я свидетельствую вам... Вот так сказать... Чтобы они не оттолкнулись... Кто ты такой там... Желторотый... Еще обличать нас будешь... У нас братья были... Сидели там... И проще это... Все это правильно... Никто это не отнимает... Но даже смерть... Мученическая... Вне церкви... Не дает спасения... Кирпизян Карфагенский говорит... Выражение оттуда пошло... Кому церковь не мать... Тому Бог не отец... Она не мать им для них... Вот эта церковь... Они в ней подыскиваются... Находят... А в церкви православной есть... Погрешности... Но нет там того... Что у них есть... У них нет рукоположения... И все остальное перекрылось... Как бы нам не показывали мусульмане... Как у них хорошо... Как хранят женский пол... Какие они дружные... Ну все проще... Все... Но у них нет Христа... И все... Значит ничего и остального нету... Все человеческое... Все остальное можно дисциплиной держать железно... И у Гитлера была дисциплина... И у Сталина... Говорите... Ну все-таки... На братском совете... Надо было побеседовать... Чтоб честно идти... С чистым сердцем... Это правильно... Это правильно... Подумайте... И теперь уже желательно... Чтоб шел не один... Это определенно... С кем-то поговорите... Может миссионерский отдел есть... Расскажите там все... Пока не ходите... Обязательно возьмите одного-двух... Чтобы они были... И при них была беседа... Мало того... Попросите разрешение это записать... Если дадут... Записать на видео... Взять... Потому что это открыто... Баптисты везде диспусы с православными записывают... И адвентисты седьмого дня... И эговисты... Записывают все... Попросите... Получится хороший ролик... Беседа... Поучительный для всех... Но только время... Чтоб каждому было дано одинаковое... Одинаковое... По пять минут... А кто-то наблюдал и записывал... Таймер имел с собой... По принципу шахматных часов, да? Да... Именно этот принцип... Это всегда... Это необходимо... И чтобы с той и с другой стороны... Были наблюдатели... Смотрели за этим... Коротко сказал сразу... А тот начинает говорить... А в это время другое выскакивает... Сиди спокойно... Пока тому время не кончится... А себе запиши... Чтоб не забыть о чем он сказал... И так у тебя будет навык... Не нарывайся зря на них... Там есть люди... Которые хорошо знают Писание... И ты можешь... Получить хорошие щелкушки... И скажешь... Вот они какие... А я думал... Они такие... Они защищают... Свою ограду... Правильно или неправильно... Другой вопрос... Даже среди нас подселятся цыгане... Торгуют наркотиками... И то они защищают свою ограду... Дальше... Ну хорошо... Другой вопрос... Да... Обязательно с кем-то... Вот это возьмите четко... Твердо... Один никогда не ходи... А... Христос посолал по двое... И это ответ... Совершенно никогда... Скажут... Я договорюсь сейчас... С кем-то... Почему... Это повеление Божие... Чтобы они поняли... Что ты не самовольничаешь... Там... Да... Боишься... Конечно боюсь... Почему... Я боюсь нарушить заповедь... Не бойся... Они будут... Некоторые... Подначивать тебя... Как говорится... А... Боишься... Струйся... Отрясется... Поджилки-то... Правильно... Я боюсь нарушить... Указание Божие... Все... Я знаете... Поплоти... Какой человек... Что... Люблю... Подискусировать... Но когда знаю... О чем... Но все-таки... Неверно еще остался... Вопросы... Поэтому... Ничего... Давайте... Коротко... Вопросы... Ответы... Я коротко буду отвечать... Да... Чтобы вы знали... О чем речь идет... И... У нас третий том... У вас он есть? Есть... Все... Ну и все... Только что-то за этими вопросами... Что-то не ясно... А остальное туда... Смотрите... Златоуз говорит... Научитесь не задавать вопросов... Почему? Это означает... Научитесь все знать... Чтобы у вас не было вопросов... У меня по сей день... Есть вопросы... Но я их никогда не задаю... Я знаю... Что никто на них не ответит... Есть вопросы... И... Без разрешения этих вопросов... Я спасусь... И... Я их даже и не поднимаю... И знаю... Что никто сегодня не посягнет на это... Самое простое... Зачем сорок раз... Господи помилуй... Когда достаточно два раза... Самые больше три... Простой вопрос... Его никто не ответит... Я легко докажу... Что это... Вот сейчас я поднял этот вопрос... Почему все время... В канон Андрея Критского считают... Мария Египетская... Канон... Это... Житие... А почему не Мария Магдалины... Вы видели это... Ролик стоит там... Ну посмотрите... Две Марии называется... А тут недалеко... Пройдите... Может на двадцатом месте... И все... Они не ответят... А когда яснее и ясно... Ясно как Божий день... Одной... За полторы тысячи лет... Никто не подражал... Ни одного нет у нее последователя... Почему? А не евангельский путь... А Мария Магдалина... Она апостол для апостолов... И к ней не призывают подражать... Почему? Потому что нет благовестниц... А кто ей подражает? Вот баптисты ей подражают... Марии Магдалине... Их жены-девы... Дальше... Вопрос второй... Я его записал... Попытался сформулировать как можно четче... Что-то опять... Постараюсь сформулировать как можно четче... Давай... Что-то сегодня я так и не могу... Давай... В общем так... Насколько зависит действенность таинств... От нравственных качеств лица их совершающих? Нисколько... Нисколько? Нисколько... Доколе он не запрещен... От самого недостойного... И совершается таинство... И видели не раз... Священник лежит связан... И ангел совершает... А то видения были... Видения были... Еще раз повторите, пожалуйста... То есть... Совершение действительности таинства... Крещение там... Прещещение... Что... Совершенно не зависит от нравственности священника... Не зависит... А иначе вообще совершать будет некому... Это мы видим большие грехи... И о которой тайны не раскаялся священник... И тогда что я крестился... Я не крещеный... Совершенно не зависит... Но если знаешь... Что он такой-то там... Совершенно смертный грех делает... О которых Андрей Кураев там... Размолотил все... Тогда найди другого... А о нем сразу доложить епископу... Порядок один должен быть... И Синод там решит... А если они не примут... Еще раз стучать... Два-три свидетеля... От одного не принимается... Он пресс-фитер... То есть обвинение на него... От двух или трех только... Потому что он пресс-фитер... А почему... От него можно... На него нельзя... А на меня можно... А не рассуждай... Так установлено... Вопросы эти... Даже задавать не надо... Он меня может обвинять... Один... А я его не могу один... Так это неравноправие... Ну да... Молодец, что это знаешь... И поэтому замолчи... Ну это радует... Давайте... Опять несколько дней... Откажусь... А... Третий вопрос... Вон... Смутил меня очень... Давно слышал... От моего друга... Баптиста... А он... Слегка занимался... Историей церкви... Вот насколько это правда... Есть ли у католиков... Постановление о том... Что епископ... Папший в ересь... Сохраняет дар священства... Да... Есть... Да... Ну я правила не знаю как... Но дело в том... Что еретики... Когда у них сохранялось... Рукоположение... То принимали их... Когда в церковь... Православную... Кафолическую... Принимали... С учетом того... Что он там крещеный... Это удивительно... Конечно... И непонятно... Как может... Ну он... Впал в ересь... Но у него настоящее... Рукоположение... А он уже в ересе был... Теперь разбирать в какой момент... И тут тоже правильно церковь поступила... Но он находится в ересе... Спасение... Это как может быть... Ну называется антиномия... Приходится признать... Это именно так... Но это... Не нами установлено... И так было всегда... Даже отарян принимали... Не перекрещивая... А там вообще троицу не признавали... Но епископская... Хератония у них сохранялась... Я сам этим вопросом занимался... Но мне Бог дал дар... Дар послушания... Не противоречить... Хотя внутри у меня было несогласие... Я помолился... И оно успокоилось... То есть... Его... Что слушают... То делайте... А тут нельзя делать то, что слушают... Но... Речь идет только о таинстве... Только о таинстве... Когда ты узнал, что еретик... А ты может не знал... Что он еретик... Тут надо... А ты узнал еретик... Зачем ты тут? Видимо этот момент касается... Когда ты не знал... Я так вот понял... Что они впали в ересь... А бывает тайный еретик где-то... Бывает такой тайный еретик... Его похоронили... Епископские... Почести оказали... Но за ним не замечали этого... А потом рядом Косму похоронили... Косма и Демьян там... И он... И он оттуда... Из могилы... Кричит... Уберите от меня этого еретика... Он в могиле обличил его... Я не хочу рядом лежать... От него такое зловоние идет в могиле... Это интересно... Вот так... А я знаете как подумал... Допустим... Ушел какой-то... Не пись в какой-то церкви... Ну... Журавлев допустим... Да... А у него нету положения... У него есть... Сразу о Журавлеве сказать... У него нету херотонии истинной... Там еретики собрались... Он был истинный священник и запрещен... Он не имеет права не крестить ничего... Он в данном вопросе... Он шуля... Романщик... Ему и кличка клоун... Он такой... Он все кривлялся там харизматами... И получил этого духа зла... Духа лживого... У него все лживое... А иногда говорит правильно о чем-то... Ну... Зачем мне искать у него... Вылавливать там... Крошки эти... В чужой параше... Выкинуть ее... Опрокинуть и просушить... Он не епископ... Тем более не архиепископ... Никакой... Он кривляк и клоун... Это действительно так... Я очень много его слушал... И когда он еще был священником... Костромской епархии... От него его запретили... У него... И даже священничный сан нет... От него сан снятый... У него ничего нету... Вот ответ... Я проверил его херотонию... Там все еретики собирались его... И его... Никто не рукополагал из этих епископов... То есть его еще в православии... В православии он не был епископом... Он был только священником... А теперь он... Осужденные это... Ну... Не новообрядцы называли они их... А обновленцы... Обновленческая церковь... Да обновленцы они все еретики были... За связь с властями... За предательство... А он прямо называет... А вы не обновленец... Я нет... Я признаю все... Крещусь... И у нас все есть... А он все это поверг... А зачем он называется православным... Зачем одежду носит... Когда в этом он никакой сакральности не видит... Он говорит... Но ведь без этого он никто... А в одежде он белую наденет... Еще тут... Крест правда... Где-то с Израилем... Почему он особенно любит шляпу надевать... Как евреи... То есть... Шут гороховый... Да... Я слышал... Он давал интервью... В церкви новое поколение... Ну... Да... И обновленцы... Что... Лидияев... И Адаладжев стали... По сути... Отцами православной реформации... Да какой Адаладжев-то... Жулик... Жулик... Обобрал людей... Там против него уголовное дело... И прочее... Вождями... Вождями ереси... Может быть... А больше нету... А слово-то обновление... Это хорошее слово-то... Решили мы обновить свою посуду... Решили обновить мебель... Но в церкви-то надо понимать... Как это относится... Как обновление... Обновление то... Что люди не собирались вместе... А мы решили обновить... Что? Свой распорядок дня... После службы у нас всегда идет собрание... А его раньше не было... Тут... Ну... Просто слово так встречается-то... Ничего там нету... И у него... Нужды нету там что-то искать... Никакой... Потому что он намешивает столько... Заблуждений... Ереси... И все это хохочет... Смотрит... Горе смеющимся ныне... А у него на одних смешках было... Первая жена у него получила... Эта духа лживого... И потом я думаю... Как же я не имею... Я всю его биографию знаю... Специально этим занимался... Он приезжал в Барнаул... И ему предложили со мной встретить... Он отказался... Его... Ни под каким видом... Он то ли считал или что-то... Он был здесь... Я его лично не встречал... Не видел... Но наши люди были... На встрече и предложили... Ни под каким видом... Вот и... Все... Я бы его не оскорблял... Ни... Ничего... Спросил бы... Ты же знаешь... Что не имея рукоположения... Ты же обманщик... И этого нельзя делать... Это страшный грех... Кто подобное сделает состав... Когда в священнике... Да будет предан смерти... Он... Предан смерти... Даже Ветхозаветное священство... Было неприкасаемо от самозванцев... Он самозванец... Аделлажа еще там вспоминает этого... Вообще... Собрал... Собрал весь мусор... В свою корзинку... Да... Дальше... Ну... Хотелось бы вернуться... К предыдущему вопросу... Насчет сохранения дара священства у еретиков... Если его отлучают... Если его отлучили... Церковь запретила... Все... Ничего нету... Церковь... А не так, что он тайно ушел... Вот он отошел... Допустим... Филарет Денисенко... На Украине... Патриарх... Я смотрю на него... Ой-ой-ой... Его же отлучили... Потом запретили... Там... Что здесь требуется... Анапими придали... А он наворачивать нужды... Никакой нету... Ну... Я не берусь судить... О его истинности даже... Но по тому, как он говорит... И что... Это... Был такой... Ярушевич... Николай... Митрополит... Патриархии... Который там... Такие же речи говорил... Там... Бей фашистскую... Гадину там... Освобождая страну... Ну... Политработник... Это тоже... Убивать... Там ополченцев не грех и проще... Там... Едет оружие в Америке выпрашивает... Ну... Хотя по православным это всегда так делалось... Ну... Сегодня это слишком уже... Наглядно... Тем более за ним другие там... Целый шлейф... Много Александр Нежный писал в журнале Огонюк... Я это не знаю... Но... Там женщина... Двое детей с ним были... Сыновья его... Будущий епископом когда... Я никогда на это не смотрю... Но просто... Опровержения не было нигде... И не знаю... Так нет... Но... Ему надо было покориться... Потому что его отлучили... И быть монахом... Но на это он не пошел... Он думал что его изберут... Перед тем как... Стать патриархом... Пошел в КГБ... Это уже КГБ открыло все... Я сказал... Помогите... Они говорят... Сегодня мы ничего не можем... Делать... За кого больше проголосуют... Ну а проголосовали то... За Алексея... А его... Не избрали... Ну и он вот... Решил... Ну а это все кончится... Да он делает... Храмы открывает... Там где как... Ну... Делает... Доброе дело делает... Но если он запрещен... Он не имел права это делать... Это я говорю... Когда меня готовился... Архиерей запретить... За два материала... Там... О благовестии я выпустил... Материалы... Любите врагов ваших... Там чтобы... Верующий... За русский язык... О слове... Это к истинному православию... Материалы есть... И архиерей серьезно грозился... Я сразу предупредил... Я сразу выхожу в коридоры... Буду стоять с отлученными... Но... Занятия в университетах... В милиции... Я нигде не брошу... В твоем архиере он не властен... Это может любой мирянин вести... А он меня уже в руку положил... Я в храме проповедую... Я чтец... При епископе... Еще даже ничего нету... А мы заранее... Показали как это выглядит... Мы против были... Вот это вот там... Что называют... Объединение... Объединения не было никакого... В зарубежной церкви православной... С московской патриархии... А был акт... О каноническом признании... И мой брат ездил два раза в Америку... На этих там... Как они называются... Общее совещание... Общеправославное... И мы против были... Написали... Мы категорически против... Но заранее сказали... Какое бы решение не приняли... Мы подчинимся... Давайте молиться... Чтобы нам не забунтовать... Не выродиться в секту... Понимаете... Я просто сказал молиться... А то я сразу говорю... Выродиться в секту... Вот вы и выродились теперь в секту... На нас... Ну... Если ты говоришь так... А кому тогда приезжают... Архиереи местные служат... То есть... Тут легко опровергать... Мы не секта... Не ересь... Служат архиереи... Московская патриархия... Вместе прищищаются... Их тогда всех отлучать надо... Ни одного архиерея уже надо... За хвост в яму... Ничего нет у нас еретического... Но я заранее сказал... Самими словами... Чего надо бояться... Я открыто всегда говорю... И иногда это... Вызывает... Не такую реакцию... Как раз... Неадекватную... Все... Пожалуйста... Договорились уже... Больше вопрос не задавайте... Никогда... Потому что вопрос решенный... Даже время тратить не надо... Вот... А хорошее где-то случайно... Будете... Он говорит где-то о чем-то... Он говорит правильно... Бывает... А где он правильно говорит? Ну зачем я буду выбирать... Когда у нас своего хватает? Вот правильно он говорит о мощах... О мощах... Так это вы не... Поэтому вы берете... Что вы... Как угодно думаете... Он говорит правильно... Он правильно говорит... Нельзя мощами заменить живого Бога... Нельзя придумывать... Что Христос живет в мощах... Тогда в символе вере было написано... Что сел не Одесну и Отца... А переходят в мощи... Где? Ну... 57 глава 15 стих... Исайя говорит... Господь... На высоте небес... Во святилище в храме... С сокрушенным сердцем... А теперь добавьте... И в мощах... Вы что придумываете-то? Я их... Этих людей-то даже обличать не буду... Безумие полное... Христос в мощах... Прямо вообще... Режут по частям... Даже Марию Магдалину расчленили... Развезли везде... Жимому Богу молимся... Какие тут могут быть? Мощи все захоронить надо... Я за этим... С почестями... Все везде... Что были... Патриарха собрать... Там под храмом Христа Спасителя или где-то... Потому что это соблазн для миллиарда людей... Для мусульман и для протестантов... Для двух с половиной миллиардов считай... Надо реально смотреть на жизнь... Нигде... Стефана-то в Новом Завете? В Новом... Ну еще... Его убили... Что мужи... Благоговейные там... Сделали плащ и похоронили... Почему они стали резать его... Тащить куда-то? Вот нам образец... Стефан... Первомученик... Первомученик значит... Вот и первый образец обращения с мощами... Это мы считаем в Новом Завете... Считаю восьмая глава Дения Апостола... Дальше... Я ролики сейчас называю... Раньше называл по именам кто... Вы посмотрели... Дмитрий там Сизов там... Ты сразу найдешь... А я сейчас подходящий эпиграф нахожу из Святой Библии... И вставляю... Поэтому вы смотрите или по рисунку... Или немножко откройте... Посмотрите там... Ну на минуту только... Открой ролик и ты увидишь... О тебе это или не о тебе... Так что проверь еще где вы там есть... И все еще раз прослушайте... Чтобы вопросы нам не дублировать в следующей встрече... Слушаю... Да... Значит... Вопрос... Об освящении... Об освящении... Ну в общем... О святом месте... О святом месте? Да... Ну... Я как слышал... Объяснение... Олега Стеняева... Так кто? Он ссылает... Объяснение... Олега Стеняева... Олега... Олега Стеняева... Ну... Так... Посчетчие слова еще говорите... А когда слово не библейское такое... Олега Стеняева... Я не буду переспрашивать... Они слова сливаются у меня... Ну... А да... И что? Как он объясняет... Это... Явление такое как... Святые места и прочее... Освящение... Место... Что? Он что-то тоже не понял, Володя... Что он говорит? Какое-то место освящается от какого-то лица или что? Само явление освящения места... Ну... Да... Он ссылает... Ну и что он говорит, Олега Стеняева? На Верхний Завет ссылается... Так... Что место... Земля святая, да? Да... Ну... Правильно... Дальше что? Значит... Ну... Полонки правильно вроде выходит, что... Как он сам говорит... Всякий раз, когда Бог проявляет видимо свое присутствие... Материя освящается... Так... Видите как... Вот они начинают говорить... Вот бывает такая маленькая-маленькая точка где-то... Математически... Вот у нас был сильный математик в школе... И он начинал доказывать... Найдите где ошибка... И он начинал доказывать... Четыре равняется пяти... Но четыре и пять это разница... И он доказывает... И мы глазами хлопаем и знают... Он там показывает... Вот где была ошибка... Вот где... Неправильно... Потом он кажется профессором стал... Уехал... Надо понимать где... В каком месте вильнули в сторону... Да... Место святое... А теперь проявил себя Господь... Как проявил... И теперь в чем оно святое... Для Израиля эта привязка была... Это правильно говорит... Но для нас нигде этого... В Новом Завете этого нет... Где Павел был... Где прошел... Я слышал его... Какие места... Они разбирают... Где он выступал... Там... Все святое... Ничего этого нету... Не место освящает человека... А человек освящает место... А у них... У православных я пойду... Там святое место... И все... Ну не так это... Я слышал это его... Олег... Я не согласен... Не то что не согласен... Это неправда... Вот где был теперь... А теперь докат... Он был здесь... А я сказал... А другой говорит... А он не был... Ну он был в Пессалуниках... Солунь... Мы... Вот... В 14-м году были там... В Солуни там... Ну там что... Говорится... В днем терпимости... А не город... Сверху... Снаружи только посмотреть... Настолько там все обмерщенное... Я так грехом высказал там... Вот... А место святое... Там Павел был... Ну и что... Ну и что он... Все эти ваши дискотеки осветил... Или что... Все ваши дома терпимости... Что придумал это где-то... Ах место... Нигде не написано искать святое место... Нигде... А где принимают крещение... Это место... Это озеро... Для меня святое... Вот и все... А тут был храм... А теперь там может быть... Дом терпимости... А там может быть теперь... Казнят людей... Расстреливают... И оно там святое... Я понимаю... Что... Вот у нас была тюрьма... А там монастырь был... И монахинь вывели... Расстреляли... Тут же на обрыве... А теперь там бьет источник... Источник бьет... И там монастырь... Разное там... Изображение Христа... То другое... Я сам там был... Святая, но не святая... Я сам в тюрьме сидел... В этой... Не раз... Ну и что... Ну тюрьма особая... Это я могу подтвердить... Особое отношение к заключенным... И когда по этапу ведут через Барнаул... Это все подчеркивают... Какое-то такое сходное отношение... Едет человек... Завширише... Его тут помоют... Если он из немог... В больничку... Это... Медсанчасть... Поместят... Помогут ему... Я помню... Тут шла Зоя Крахмальникова... Светов... Феликс... Муж ее... Воколо моей камеры он стоял... Да... Я говорю... По разным тюрьмам я прошел... И скажу... Что Барнаульская тюрьма отличается... Может быть... Это я предполагаю... По молитвам расстрелянных... Все-таки был тут монастырь... Монастырь был... И... Они были мученицы... И... Видимо... Молятся... За то, чтобы люди... Которые были здесь... Теперь в этих кельях сидят... Новые монахи... В волосатую... Робу надетую... Одетую... И... Видимо... Господь дает эту милость... Ничего... Особенно в этом нет... Ну не так, что место это святое... Теперь тут поклонение будет... И... Барнаульская тюрьма... Тут самое святое место... Весь монастырь тут был расстрелян... Вместе с настоятельницей... И как это было... Я знаю... Потому что одна из Нанакинь... Вышла дня за три оттуда... И мы за ней ухаживали... А ей 93 года было... Вот... Тимофеева... Нет... Рязанова Александра Тимофеевна... Я знаю из первоисточника... Как это было... Как убивали там... Были люди, кто остались... Дальше... Относительно места... Вопрос снимается... Нигде не называют ничего... Место святое... Да самое может преступное там... Самое главное жулики в Иерусалиме... Да сами иерусалимские книжники говорили... Если в мире существует десять частей... Лицемерия... То девять из них... Мировых... В Иерусалиме... Так сегодня я говорю... Если существует... Десять частей лжи... То девять из них... В московской патриархии... Нескладно получаем... Я когда пытался... Понять... Почему... Я кланяюсь храму... Давид пишет... Солом 5... Если я не ошибаюсь... Восьмой стих... Поклоняюсь святому храму твоему... Страху твоему... Да... Почему... Потому что там откровение Божие было... Потому что храм это место... Где поклонялись... Но Господь сказал... И не этой горе... Не здесь... А в духе истини... Где... Тогда было ограничено... В другом месте... Никто не имел из евреев... Даже первосвященник... Принести жертву... Нигде... За это казах... Каралась смертью... А теперь ныне везде... Ни гора Горезим... Ни гора... Сион где стоит... Нет... А именно... Всюду и везде... То есть это все отошло... А там поклонялись... Это единственное место... Все... И мы... Когда подходим к храму... Мы тоже... Ну люди кланяются... Я считаю... И это не надо... Потому что на углах улиц... Кланяются... Там ища похвалы... А если похвалы нет... Тебя еще и стукнут за это... То можно и поклониться... Тут все в похвале... Так... Я додумал... Да... Когда происходит Евхаристия... Да... Священник же прилагает дары... Да... В войти кровь... Господний... Правильно? Да... И таким образом... Да... Это место святое... Да? Да... Священник... Потому что здесь находятся мощи святых... Объясняют православные... То есть они относят не к Евхаристии... А к мощам... А без этих мощей нельзя совершать Евхаристию... В общем-то связано... Но суть не в этом... А в действительности именно так... Что здесь... Вот реально... Где присутствует Христос? Реально... Ни воображение... Ни в молитве... Только в Евхаристии... У католиков еще они придумали в Папе... Папа это реальный Христос для них... Но это вообще... Не годится... Вот... Реально... Мы соприкасаемся языком... Губами... Это тело его... Больше нигде нету... Нигде... Везде только мы в молитве... В духе... Святом... Угу... Ну... Хорошо... В общем-то... Все вопросы... Спасибо... Вы уточнили... Что... Независит... Действительность таинства... От... Нравственной жизни... Священника... Это так... Это и так не может быть по-другому... Это... И так можно было к этому прийти... Даже без указания... Откуда я знаю... Нравственное... Это все понятие... Это относительно... Скажем... Нравственный человек... Поднимается по ступеням... И вот одну ступеньку прошел... Десять лет прошло... Там... Дальше... И он поднимается уже на крышу... Ну... По сравнению с тем... Кто на земле стоит... И... До Солнца одинаковое расстояние... Ну... Хотя они одинаковые... Все-таки на десять метров он ниже стоит... Ну... Смешно даже говорить... Что разное... Одинаковое... По сравнению с... С того... Будьте святы, как я свят... К Солнцу нашей жизни... К Христу... Он есть Солнце и щит... Псалом 83-12 стих... Говорит об этом... То это... Относительное понятие... Да я не причащаюсь... Потому что я не готов... Да никогда ты не будешь готов... Надо готовиться... Надо готовиться... Ходить на исповедь... Получить разрешительную молитву... Ну... И тогда приступить... А будешь не готов... Сатана тебя будет ловить... Вот мы... У женщины бывает истечение из тела... Она нечистая... Может причащаться... Не может... Не может... Это естественно женское... Пока свою микву она не примет... Не омоется... А у мужчин бывает истечение... Тоже не может... Но... Если ты готовился... И у тебя не было... Ничего... И в самую ночь... Перед причастием у тебя было такое истечение... Это бывает... Говорится... Такое-то... То святые здесь сделали исключение... Если тебе не было рядом жены... Если ты никак этим не разжигался... Это сатана подстроил тебе... Несмотря ни на что... Омойся... Иди причастись... Иначе он все время будет это делать... Видишь как... Церковь это любящая мать... И она... Вот... Если... Такой меня особенно... Момент напоминает... Вот... Женщина впала в блуд... Она на исповеди сказала... Прелюбодеяние вернее... Она замужняя... Не замужняя... Это блуд... А грех-то один и тот же... Вот... И сказала... Ну а говорит... У меня муж ревнивый... Если он узнает... Он меня сразу убьет... Что делать... Ну она мусульманка... И тогда... А она должна выходить... Ей отлучение на 12 лет... И тогда... Есть канон... Который ей разрешает... Стоять... Вместе с вернами... Но не причащаться... И муж ее не видит... Когда она причащалась... Она стоит... И не причащается... До времени... Пока не исполнится... Не так... Что муж ревнивый... И пятимия будет... И пятимия будет... Только будешь стоять... Ты не в коридоре... А будешь здесь стоять... Почему... Церковь это мать любящая... Сектанты ничего... Ничего этого не знают... А сами живут... А род корытом... Ни поста... Ни креста... Я-то их знаю... Очень... И очень хорошо... Относительно святости... И прочее... Для ясности... Говорят... Умолчим об этом... Ну а нравственности... Знаете... Говорят обычно... Ссылается на Тимофея... Первое посылание... Да... Вторая глава... Там требования к неписке... Ну правильно... Вот... Ну... Допустим... Бахтисты говорят... Что... Основное требование... Это не рукоположение... А нравственные качества... Ну... Нравственные качества... Давайте... Основное нравственное качество... А то, что обедать ты не обедать не будешь... Я ему есть не буду давать... И все... Он завопит по-другому... Какое это отношение... А тогда это главное... А я скажу... Это не главное... Главное Нагорная проповедь... Блаженны нищие духом... Ибо их есть Царство Небесное... Не важно... Пьяница... Я блудник... Главное... Нищие духом... Ну хватить за одну фразу... Это даже дурью нельзя назвать... Там речь идет о нравственности... А... Рукоположение-то к этому не относится... Это говорит... Таким он должен быть перед рукоположением... Это... Какие нравственные качества должны быть... Чтобы он был достоин рукоположения... А не так... Что нравственные качества есть... А рукоположения не должно быть... Вот человека принимают куда-то... Ну... На какую-то ответственную дипломатическую работу... Ясное дело... Надо проверять... Какие нравственные качества... Там... Какие родственники... Не был ли кто за границей... Ну и прочее... Не сидели... Но это все для того, чтобы его кандидатура была для рассмотрения поставлена, годен он или не годен. А у меня все нравственные качества. Я пойду за границу и буду полномочный представитель Российской Федерации. Не будешь ты. Для этого тебя должны утвердить. Президент подпись поставит, печать тебе, документы выдадут, форму выдадут. Нравственные качества это только для того, чтобы с тобой стали разговаривать. Да еще будут или не будут. Как один. Виде уже анекдоты говорят. Когда Брежнев умер, ну ясное дело, что секретаря надо генерального избирать. Он один звонит. Я слышал, у вас тут траур, я сочувствую вам. А кто у вас будет первый секретарь? Да еще не избирали. Но я готовый, я могу. Да как это ты можешь? Это же Центральный Комитет. Ну а почему Центральный Комитет? Написано, любой гражданин Российской Федерации. Ну как в Америке, чтобы 35 лет было, не меньше 15 лет был. Так. А ты что, маразматик? Да, я маразматик. Вот то есть он качество Брежнева взял, который забывал, куда повернуться, куда идти, по бумажке все говорил. Да ты сейчас с ума выжил, мужик? Да, я такой и есть. То есть он думает, что ему спрашивают качество, необходимое для того, чтобы быть президентом страны. Так и здесь. Качества сказаны были. И проверяешь не ты, проверяешь другие. А могут ошибиться? Могут. Там есть такое, что ты можешь скрыть и никто это не видеть. Ты уже давно сатане душу продал. Но внешне вот это должно быть. И мало того, это должно выноситься на обсуждение всему народу. И когда спрашивают, есть ли какие препятствия, чтобы был рукоположен епископом? Молчание должно быть. И в это время тогда уже хор поет. Аксиос, аксиос, аксиос. То есть достойный. А в это время кто-то, только начальник аксиос, а кто-то кричит. Анаксиос! Анаксиос! То есть не достоин. Должи прекратить рукоположение. Вот в фильме есть Джейн Эйр, когда там венчает их там пасторта. И говорит, есть ли какие препятствия? И он начинает считать, а в это время от двери кричит, есть препятствия! Он женат, и у него жена живая. И все. Началось расследование. И оказалось действительно так. Но жена сумасшедшая. А вот у православных теперь, так если она сумасшедшая, она списывается, и ему дается право на венчание при живой жене. Не знаю, но думаю, что это неправильно. Писание об этом не говорится. А соборосли решить? Ну, рассчитать, тогда подчиниться надо будет. Когда Павел говорил, это общая канва была. Понимаете, во всем нужно быть очень осторожным, благоразумным. Вот сейчас придумали, что-то там отпевать, самоубийц. Это никогда. А церковь разве не отпевает? Отпевает, если он был сумасшедший. Он не понимает, что делать. Сатана его затащил в петлю. И отпевать можно, можно отпевать. Ну, а теперь они начинают. Да он был такой. А почему он был сумасшедший? Да он пил. Да это не сумасшествие. Это сумасшествие другое. Он пил. И по пьянке повесился. Сумасшедший он бросался в огонь и в воду, и так и умер нигде. Но он сумасшедший. Бесноватый ли? За него и молитвы не было. Ну, а теперь церковь разрешает. И надо подчиниться. Вот так. Ну, а совсем вот он никак не признавал, как Лев Толстой. А родная сестра Мария, она в монастыре. И она пошла к старцам и говорит, вот не могу, ну как не помолиться. Ну, он отлучен от церкви был. Ну, как дома можешь молиться, Мария? Сама в частной келейной молитве. И в конце скажи, Господи, прости, если молитва не угодна. Я иногда так молюсь. Вот Немцова застрелили. А я знаю, он был крещеный. Но он совсем никакой был. Он жил для удовольствия своего. Я однажды сказал, Господи, он один одинокий, на мосту валяется тело. И никому не нужен. Душа его одна сирота теперь. Если что можно, Господи, сделай для него. И сразу, Господи, прости меня. Я просто пожалел. Может, за него никто и не молился. А я помолился. И попросил у Бога за это прощение. Чтобы молитва моя не была в грех. Он взялся буквально врагом России. И везде все делал. И блудные дела его. Все это обуплекло. С кем он шел, что там был. Но пришло время кабанчика резать. И те, которые его выдвигали, они его и подставили. Чтобы из-за него этот Майдан свой устроить. Но тут ничего не получится. Тут молитва другая. А почему на Украине получилось? Потому что там еретики. Они устроили этот Майдан. Еретики, харизматы. Они выдвигали там, это был, до Януковича, Ющенко. Они его выдвинули. Там Тимошенко Юля там с ними связана. Там просто все собралось от еретиков. Все ереси. И поэтому Бог доказал их. Может, поэтому. Все? Да. Все. Слава Христу. Вы замечаете, которые вопросы разрешили. Их вычеркиваете. Никогда к ним не возвращайтесь. Остальное уже дойдете сами. И особенно на нашем сайте. Там я 4124 вопроса отвечаю. Справа. Видели? Нет. Сайт. По-русски. Зарядите в Google. Сайт. Сайт. Во свете Библии. Открытый Богом. А Игнатий Лапин. Хотя бы не все. Запишите. И откроется сайт. И на первой странице справа 55 папок. И вы там найдете ответы. Ответ. А, не ответ. Вопросы. Вы ткнете вопрос. И сразу ответ. Там огромный, огромный труд. Там 50 лет заложено. Это самое ценное, что у меня есть. Я четко говорю. Никто и нигде, никогда не ответит эти вопросы. Не ответит. Ответит неправильно. То есть они могут создать там. Такое, как у меня ролики. Вот тут перед этим был я. Интервью даю под одеялом. Уже спать лег. Им тоже не составить. Я молюсь, а у меня на плече голубь меня крыльями обвивает, как веер. Крылышком машут. А у меня голубь сидит и машет крылья. Я кланяюсь, а он машет крыльями. Ветер создает мне. Им патриарху тоже не составить. Он выпускает иногда голубя. Ему голубя дадут в руку. Он вышел, разжал. И все. Он с ним знаком был. Вот это секунду одну. А он у меня живет в комнате. Сейчас кошек только на крышу. Я его выпускаю. Он сразу подлетает, садится на плечо. Вот так. То есть им не составить такое. У них, конечно, лощеные столы и прочее. Но мы... Вам звонить. Можно будет есть еще? Такой вопрос возникнет. Да, вы держите всегда. Потому что мы поговорили через две недели. Не раньше. Вот в это время, как говорили. Накопите вопросов. Может, товарищ, может, с баптистами поговорите. Скажите, если у вас есть вопросы, вам разрешено со мной прийти и задать. Не спорить. Я спорить не буду, но... Скажи, я не все могу ответить. А вам, может быть, ответили бы. Ну, вы разрешили. Спасибо. Иногда баптисты так... А что, баптисты не спасаются? По-вашему, они не спасутся? Да, по-моему, Бог не спасает. Он спасает по Слову Своему. И мы смотрим в Слово Его. Спасает-то Бог. Я тебе сказал, вот Божьи правила, которые есть. И ты постарайся, чтобы твоя жизнь была вписана в это правило. Откуда я знаю, спасутся, не спасутся? Я только знаю, что они не в церкви, а вне церкви нет спасения. Это абсолютно точно. Тогда церковь и не нужна любой двое или трое. Не двое или трое, а собранное. Да еще и во имя Христа. То есть точно по Слову Его. Вот надо быть очень осторожным со словами, потому что за каждое слово придется отвечать. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. До свидания. Все, выходите. Во славу Божию. Видишь, как получилось. Слава Христу. Он пришел маленько пораньше. Ну, не важно. Ну, поможете. Тогда я ждал. Не знаю, заходи, говорю. Все. Давай. Божию.